Всех приветствую! С вами Асина и сегодня мой пятый по счету подкаст. Да, уже пятый. Как быстро летит время. Я уже даже не замечаю, сколько дней прошло, сколько недель, сколько месяцев. Ладно, как бы там ни было, да, вот он, вот он, пятый подкаст, вот она я, вся перед вами. О чем мы сегодня побеседуем? О новостях, естественно, о некоторых прохождениях, о планах и моих желаниях, о возможностях возврата в какие-то старые игры, уже любимые мной, возможно, даже пройденные для канала, и просто о разном. Как всегда, я не знаю, у меня все собьется в единую кучу, и получится одно общее месиво моего разговора, но надеюсь, что оно вам понравится. Да. Что же, новости канала. Главная новость. Я даже не знаю, какая главная новость, ибо я очень давно не общалась с вами, а произошло много различного. Во-первых, я получила партнерскую программу Ютуба от одной медиасети, я думаю, вы все это уже давно заметили, но я решила это все особенно не афишировать. Обычно люди любят сказать, вот, у меня уже партнерка, ну, партнерка и партнерка. На самом деле, к этому стремится большинство видеоблогеров, если можно их так назвать, летсплейщиков, проходимцев и всего прочего. Ибо, конечно же, получать хоть какой-то доход от своего творчества хочется, иначе это будет графоманство. Да, писать в стол никто не любит, все хотят, чтобы их оценили. Ну и плюс к тому же, это небольшая мотивация, которая помогает в будущем развиваться и делать более качественно. Поверьте, я ни в коем случае не начну делать на поток. Это не то, я к играм отношусь очень трепетно. Я игры компьютерные очень люблю. Делать на поток ерундистику... Я и так делаю ерундистику, мне кажется, уже не будет. Да, немного самокритики никогда не повредит. Ну и так, что же, что же, что же. И еще одно событие, все так поздравляли меня с ним. У меня, наконец-таки, перешел этот лимит 500 подписчиков. Да, вот этот вот первый лимит, до которого я шла так долго. У меня постоянно спрашивают, каким таким удивительным образом при таком, не знаю, времени существования канала я совершенно не развиваюсь, скажем так. У меня не растут подписчики, но почему-то растет количество просмотров. Я скажу вам, в чем этот секрет и в чем это дело. Я не умею пиариться. И я не люблю пиариться. И вот как раз мы с моей подругой Дашей недавно рассуждали на эту тему. Ну, не хочу. Я хочу добиться всего сама, поэтому эти 500 подписчиков, это вы, мои дорогие зрители. Это, надеюсь, не мертвые души. Я надеюсь, что это реальные люди, которые подписывались на меня, потому что я ни в коем случае не делала ни взаимных подписок, ничего. Все друзья, которые на канале вы у меня видите, интересных, и это не только они, кстати, не все там указаны. Это просто мои друзья или люди, которых я очень сильно уважаю. Да, сказано это было уже не раз и не единожды. Поэтому, что ездить по одной и той же теме. Я вас очень люблю, мои друзья. Спасибо вам. Вы просто самые-самые-самые лучшие. И делаете одно из самых лучших дел, наверное. Если я нашла вас в Ютубе, если вы меня в чем-то вдохновили, и если вы мне помогали, если я вам даже в чем-то помогала, то... Это же нормально. Это... Фрэмс! Вот. Хорошо. Ну, какие еще новости, естественно. Я перешла с нового дизайна опять на старый. Я не очень... Не очень мне нравится новый дизайн. Некоторые говорят, что он функционален. Да, он функционален для мобильных всевозможных приложений. Я не обладательница планшета. Если честно сказать, у меня он был нетбук. Он умер год назад жестокой кошмарной смертью. Но ладно. Поэтому мне хочется красоты. Вот и все. Так, секунду. Очень громко пошла музыка. One second. Итак, я справилась с музыкой. Извините, я постоянно не могу нормально отрегулировать все это дело. Кстати, хочу сказать, что в данный момент вы слышите замечательный саундтрек из Mist 5. End of Ages. Да-да, я очень люблю квесты. И Mist это мой самый-самый-самый-самый любимый квест. Все части абсолютно. Так. Хорошо. Сторонние. И я сижу на своем старом дизайне, чтобы просто... Чтобы просто хоть как-то показать еще и сторону дизайнерскую. Кстати, спасибо, Даша, что помогаешь мне делать такие замечательные украшения. Нет для моего канала. Итак. Подойдем-ка мы к прохождениям. Потому что, в принципе, это главная тема, насчет которой я хотела с вами поговорить. И рассказать о своих планах. На данный момент на канале идет три прохождения. Одно из них это тропа. Это бонусное прохождение. Начинал я его совершенно неосознанно. Мне просто захотелось. Игра потрясающая. Игрой ее назвать очень-очень-очень-очень сложно. На самом деле, у меня посыпались всевозможные вопросы и в личку, и просто под видео. Что же это за игра? Какой в ней смысл? Как в нее играть? Каков же будет финал? Да вы знаете, это просто... Это такое сюрреалистичное наблюдение. Сложно даже объяснить, о чем эта игра. Она есть. И просто. Вы должны понять что-то о тех персонажах, которые в ней присутствуют. Может быть, выдрать из контекста, что-то подобрать под свою жизнь, распознать свои собственные ошибки. В общем, подумать. И я его не могу проходить постоянно тоже на поток. Эта игра очень коротенькая. Она идет под определенное настроение. Естественно, если я сяду там веселая, взбешенная за эту игру, то у меня ничего не получится. Для этого нужен собственный настрой. До сих пор идет Resident Evil 4. Да, идет бодренько и хорошо. У меня были проблемы с игрой. Причем, тоже вечный вопрос, почему у меня упало FPS. Это упало не FPS даже, а вот... Как бы вам сказать. В игре у меня не существует ни единого лага. Ну, лаги идут в некоторых местах, где просто очень криво перенесли на ПК. Я даже не хочу об этом говорить. Версия настолько отвратительна, что мне хочется реветь. Я, игравшая в хорошую версию, не в оригинальную, геймклубовскую, а в версию для PlayStation 2. И она для меня вот самая идеальная считается. Там удобно все и как-то... В общем, все там лучше. ПК-версия это был изврат. Жуткий изврат, кстати говоря, с Resident Evil 6. Я тоже, я очень недовольна переносом на ПК. Это отвратительно. Ну, ладно. Об этом я не раз говорила в самой игре. Извините за сопли. Да, я до сих пор болею. Так. Ну что же. Resident Evil 4 идет. И вот эти вот лаги, которые вы наблюдаете, или проседание FPS, падение частоты кадров. Это делает непосредственно сам видеохостинг. То есть мой исходный видеофайл идет нормальный. Загружая на YouTube, понеслось. Я не знаю, с чем это связано. Я долго ломала голову, читала на некоторых форумах. Не знаю. Я уже с Фрапса перешла на Бандикам. Вроде бы мне... Ну так вот, визуально я посмотрела. Проблемы пропали. Ну, в большинстве своем. Не знаю. Посмотрим, поживем, увидим. В итоге вы все равно будете слышать мое великое Сереброт, Сереброт и Аристархов. Далее. И вопросу о том, будет ли компания за Аду Вонг. О, да, естественно, она будет. Куда же я без Ады Вонг? Пройду. Пройду с великим удовольствием. Кстати, думаю, что Resident Evil 4 осталось, ну, может быть, на недельке 2-2,5. Как дело пойдет? Не буду загадывать, но пока все здорово. Все быстро и достаточно хорошо. И у нас Dungeon Siege 3, которая... Ой, как долго находится на компьютере... Ну, и на компьютере тоже, да. На канале. Невезучая игра. То у меня проблема была с сейвами. Из-за того, что... У меня два аккаунта Steam. И я посеяла вообще свой пароль от основного аккаунта. Были жуткие-жуткие, в общем, проблемы. Ладно, не хочу обо всем этом говорить. В итоге игра подошла к концу. Да, я тут села и просто по горло захлебнулась у нее в это приключение. Там в финале начинаются жуткие сложности. Невероятно. Мне безумно понравилось. И вот в ближайшие 2-3 дня вы будете наблюдать финальные серии. Я решила их выложить. Несмотря на Resident Evil, просто закончить, наконец, Dungeon Siege. Подвести итоговую черту. Эта РПГ прекрасна, она восхитительна. Очень жаль, что многие не прониклись ей. Насчет DLC я не покупала. Не знаю. Хочу пройти сама для себя. Для вас тоже. Но вот на данный момент, наверное, точку мы поставим на финальном сражении. Не буду говорить на каком. Сами все узнаете. Такс. Хорошо. Значит, Resident Evil, Dungeon Siege и The Path. Хорошо. Вот эти вот три игры. Опустим The Path, потому что это, можно сказать, не считающееся прохождение на канале. Dungeon Siege 3 заканчивается. И когда заканчивается прохождение, что же происходит? Конечно, начинаются новые. Да. И у меня начнутся два новых прохождения. Я долго думала, что это будет три прохождения. Но я не осилю так много игр на канале. Я боюсь, что просто... Я и так уже почти не сплю. Я боюсь, что просто мне не хватит времени. Вот и все. Поэтому две игры, которые... Одну из них у меня очень долго просили. А вторую... Вторую я сама так желала, так хотела ее пройти. И это будет нечто невероятное. О, поверьте. Я не знаю. Я надеюсь, вам понравится. Я очень надеюсь. Потому что... Я в восторге, в восторге, в восторге. Еще раз в восторге. Вернуться в нее. Ощутить все это. В общем, узнаете сами. Ну, а новое прохождение первой игры уже стартует, возможно, сегодня. Кстати говоря. Хм. Сегодня или не сегодня? Нет. Не сегодня. Вы знаете, оно стартует после прохождения DS3. Да. Скорее всего, я сделаю таким образом. Что же насчет моих желаний? Что я буду делать в будущем? У нас... Простите. Секунду. Никогда не болейте в мае. Сразу вам скажу. Это ужасно. Извините за то, что мне пришлось прерваться. Но я всегда записываю в режиме нон-стоп. То есть села и начинаю говорить. Мне кажется, это наиболее честно получается к вам, мои дорогие подписчики. Да и ко мне самой. Показать, как я могу рассуждать... Без всевозможных планов. Вот у меня тот план, который вы видите на экране. Вот это единственное, что меня привязывало к подкасту. Но я всегда болтаю. Разразненно. Разрозненно, точнее. Итак. У нас отодвинулась в очередной раз Лара Крофт. Ну, потому что как-то устала. Устала я от нее. Вот до сих пор чувствую я эту усталость. У меня только есть одно желание пройти одну часть. И, вы знаете, это будет, в общем... Следующее прохождение по Лари Крофт, скорее всего, будет не Андер. А будет моя самая любимая часть этой игры. Сами все увидите. Сами все узнаете. Вот мои руки прям чешутся взяться за нее. Я знаю, что я буду жутко... Ну, не материться, конечно, но ругаться и беситься. Но я обязательно ее пройду. Я вам обещаю. Да. Насчет чего я еще хотела. Ну, что же сказать. Этот план зреет в моей голове очень-очень давно. У меня есть любимая игра. Просто это одна из даже любимейших игр. Я уже говорила, что... Return to Castle Wolfenstein, Vampire the Mascarade Bloodlines. И вот еще одна, которая по системе очень похожа на вампая. И, да, я очень-очень хочу пройти Half-Life. Безумно. Я не знаю, начну ли я с первой части или сразу же со второй. Но у меня в планах она есть. Плюс у меня где-то там в будущих планах вся серия Хитмана стоит. Ибо я обожаю. Обожаю эту игру. Я... Ладно. Я так много игр в своей жизни переиграла, что теперь у меня разбегаются глазищи. И я не знаю, за что схватиться, что взяться. Мне хочется и какой-нибудь замечательный квест вам показать. Я уже говорила, что это будет как раз-таки Мист. Но мне не хватает времени. Пока что вот сейчас то, что будет на канале, то будет. Надеюсь, вы поймете меня. Надеюсь, вы даже пожмете мне руку и скажете, Асина, норм, молодец. Продолжай дальше в том же духе. Будем ждать от тебя что-то новое. Это было бы здорово. Поддержка это всегда отлично. Возможность возврата любимой игры. Да, вот. Она, естественно, присутствует. И я хочу вернуться в Vampire Namaskarad Bloodlines. Очень хочу. И знаете, да, она будет для канала снова. Пройду я ее несколько в другом контексте. Совсем за другой клан. И постараюсь разнообразить все это. Почему я еще хочу ее пройти? Из-за того, что это было мое первое прохождение на канале с ужасным микрофоном. И теперь мне хочется уже в более лучшем варианте показать вам эту игру. И я надеюсь, что даже получше это у меня выйдет. А какой клан, я вам не скажу. Потому что я уже знаю, что это будет. Узнаете потом. Не знаю, в каком времени. Может быть, это будет как раз таки летом. Кстати говоря, летом будет, по-моему, день рождения канала. Ну, не совсем день рождения канала. Так как канал начал свою работу уже осенью. Такс. Что бы... О чем бы нам еще поговорить, друзья мои. Ну что же, еще можно побеседовать о кооперативах, которые, собственно, ожидаются или идут сейчас. Resident Evil 6. Это наш великий кооператив с Дашей. Это безумие всех безумиев. Как я могу назвать. Честно сказать, это впервые было интересно мне смотреть то, что мы делали сами. Это было смешно, это было интересно, это даже будет еще интересно, так как у нас осталась одна компания. Из-за ряда технических неприятностей. Чертова ПК-версия. Блэ. Мы не можем закончить ее пока что, так что Ада Вонг и Мистер Агент откладываются у нас. Но три основные компании вы уже можете посмотреть или у меня на канале в плейлистах, как всегда я это вам говорю. Потому что записывала Даша, у меня запись, к великому сожалению, не пошла. Не хваталась игра, не хотела. В плейлистах или подписывайтесь на Дашу и с удовольствием смотрите у нее. Плюс к тому же, естественно, вы найдете у нее много интересных других прохождений. Это не реклама, это просто моя замечательная подруга, которой надо, надо заглянуть. О другом кооперативе это даже не кооператив, а совместное прохождение, которое я уже очень-очень давно планирую, не только я. Как вы знаете, я проходила Silent Hill 2, проходила с величайшим удовольствием, я обожаю эту игру. И обещала вам, что вот-вот начнется Silent Hill 3. Но по ряду причин из-за вот этой вот катавасии всевозможных моих скачущих планов, безумного количества игр, в которые хочется поиграть, Silent Hill 3 ненадолго отодвинулся. Но Silent Hill Shattered Memories я все никак не могу за него взяться, отодвигать не хочу. Второй части на канале не будет, я уже это вам говорила, ибо я хочу заменить ее вот этой вот интерпретацией, другим, можно сказать, параллельным ремейком первой части. И проходить я ее буду срезом 010, который является моим прекрасным-прекрасным другом. Да, мы все никак не можем с ним скоординироваться насчет этого, я его подвожу. Прости, пожалуйста, Валера, я очень плохой человек, я знаю. Но у меня из-за банально того, что ночью я не могу выкроить время из-за моего местонахождения, я все не пойми, где живу. Так что, я думаю, в ближайшем времени мы с тобой примемся за данное прохождение. Я буду играть с Валера, комментировать, помогать мне в большинстве ситуаций, потому что мне нужна будет помощь. О, как мне будет нужна эта помощь. Итак, что же, ну вот это вот на ближайшее будущее. Конечно же, кооперативов будет много, и я больше чем уверена, потому что после того, как я окунулась в Resident Evil 6, я поняла, как это весело, и любой хоррор, любую игру можно превратить в комедию ситуации, как это сделали мы с Дашей. Вот такие вот мы, забавные люди. Ну и о разном? Что же у нас разное? Вот сижу я в комнате, смотрю я в окно, открыт у меня балкон, а там уже май, самый настоящий, прекрасный, чудесный май. И уже зелень на ветках деревьев. Это, это восхитительно. Друзья, скоро наступит лето, ни в коем случае не сидите вы дома, не играйте в игры. Играйте, но не все время, играйте в другие игры. Схватите любимого, любимую, или родственника, родственницу, в общем, всех своих любимых друзей, знакомых, прочего, прочего. Хватайте ракетки теннисные или бомбинтонные, неситесь в лес, жарьте шашлыки, катайтесь на велосипедах. Отдыхайте, отдыхайте вы, потому что я представляю, если вы школьник или студент, да, лето у вас вообще должно быть свободно. Рабочему человеку вы тоже сможете найти свободные деньки. Отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте. Нам дано так мало времени-то, по сути, надо хвататься и за каждую минутку любить каждый день, который дарован нам, можно сказать, свыше. Ну, я не знаю, с какого выше. Нам просто дала природа, скажем так, наша планета Земля, эту жизнь. Давайте радоваться ей, пока есть возможность. Ну и я, надеюсь, что я буду радоваться, ибо я вот сижу дома, и я страшно болею в этом мае, ужасно отвратительно. Да, я сижу дома, и хочется выйти, хочется выскочить на улицу и уже заниматься веселыми делами. Но пока это не позволительно. Что же, друзья, еще раз выражаю вам большое благодарность за то, что вы есть, и вы подписываетесь. Это, это супер здорово, это восхитительно. А моим друзьям отдельное спасибо. Мои друзья знают о ком я, и... Черт возьми, я постоянно буду говорить им спасибо. Даша, Рез, спасибо вам. Карн, Севен. Еще много-много-много людей. Артем, тебе спасибо, ты всегда так восхитительно меня поддерживаешь. Слово восхитительно сегодня слишком восхитительным. Часто восхитительно прослеживается в моем разговоре. Тьфу. Оно стало словом паразитом. Ха-ха-ха. Вот, да. В общем, ребята, благодарю вас. Благодарю тех людей, которые меня каким-то странным образом нашли. Зачем-то на меня подписались, на меня на Никудышную. И... Что-то комментируют, что-то говорят. И им нравятся мои измышления и творения. Что же, ребята, с вами была Асина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok